Как правильно ставить запятые в русском языке? Вообще, со знаками припинания у школьников огромные проблемы. В этом небольшом видео хочу разобрать все основные моменты, где запятые ставятся, ну, либо не ставятся. Запомнив только это, можно 90% ошибок по пунктуации у ребенка убрать. Первое. Это при перечислении от народных членов предложений. Ну, что такое от народных членов? Это прилагательные, например, или существительные. Например, давайте разберем. В его коллекции были английские, немецкие, французские марки. Здесь идет перечисление, поэтому ставятся запятые. Давайте на этом же примере разберем, когда не ставятся. Если у нас перечисление только, например, двух есть и, например, в его коллекции были английские и немецкие марки, здесь запятая не ставятся, английские и немецкие. А если бы здесь было перечисление больше двух, как здесь, да, например, английские, запятая и немецкие, запятая и французские марки, здесь бы запятые ставились. Давайте разберем тот случай, когда не ставятся. Смотрите, если здесь прилагательные, которые описывают одно свойство, одно и то же, да, например, в его коллекции были синие, красные, зеленые марки, то здесь запятая ставится. Если будет написано, в его коллекции были синие, красивые, новые марки, то есть характеристики разные, и запятые здесь бы не ставились. Грустная история с курьером. К несчастью, он попал в пробку и не привез еду вовремя. Вводная часть, к несчастью, обособляется запятой. Я не понимаю, Оля, на что ты обиделась? То есть, Оля, это обращение, обособляется с запятыми. И так происходит всегда, когда мы, соответственно, кому-то обращаемся. Также запятыми разделяются простые предложения в составе сложного. Например, как мы здесь определяем, что это два разных предложения? Пока она складывала, то есть одно предложение он не мешал. Соответственно, это два предложения, и они разделяются запятой. Также нужно знать, что запятые всегда ставятся перед союзами А, но что, чтобы. Поэтому, если виден такой союз, не стесняемся, ставим перед ним запятую. Правда, есть исключение, это что надо. Перед ним не ставится запятая. Например, выражение автомобиль, что надо, здесь запятая не будет ставиться. Запятая перед как ставится или не ставится, и в каких случаях. Но прежде чем я вам про это расскажу, хочу сказать, что в реальности запомнить правила русского языка, ну, небольшая проблема, если уметь хорошо запоминать. Это просто набор правил. А вот как научить ребенка системно учиться, как научить эффективно пользоваться своей памятью, своим вниманием, и овладеть методиками эффективного обучения, чтобы запоминать любую информацию, я подробно рассказываю на своем пятидневном марафоне, как научить школьника учиться. Он подходит для родителей, как школьников первого класса, так и одиннадцатиклассников, потому что там последовательная система эффективного обучения в любом возрасте, универсальная. В общем, огромное количество материала, которое вы нигде не слышали. И если вы внедрите только небольшую часть, точнее, ваш ребенок внедрит, то его успеваемость в разы реально вырастет. Под этим видео в описании можно бесплатно зарегистрироваться, прийти послушать. Материала очень много, марафон идет пять дней, то есть объем большой, и нужно посвятить этому время. Но это потраченное время многократно окупится теми результатами и теми деньгами, которые вы сэкономите на репетиторах. Переходим в описание и регистрируемся. Возвращаемся к нашим запятым с как. Смотрите, запятые с как ставятся в тех случаях, когда это какое-то сравнение или вводный оборот. Например, автобус, как всегда, опоздал. Здесь, как всегда, это вводное выражение, оно обособляется запятыми. Также запятая ставится в сравнении. Бумага была белая, как снег. Здесь, соответственно, сравнение бумаги со снегом запятая ставится. Теперь давайте запомним, когда они ставятся. Когда слово «как» можно заменить на выражение «в качестве». Ну, например, «ленский был принят как жених». Здесь запятая не ставится, потому что можно заменить, что «ленский был принят в качестве жениха», и смысл от этого никак не поменяется. Запятые в русском языке довольно коварные, но зная базовые правила, применяя принцип Паретта, можно 80-90% ошибок исключить. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие темы еще разобрать. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok